Дорожная карта 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 Череда горьких прецедентов узурпации власти автократами, не менее горьких ошибок и проявлений слабости оппозиции, да и всей политической элиты, безропотно молчащие на грубое и наглое отлучение от государственного управления, каждый раз создает точку невозврата. Это закрепляет в каргызской политической культуре искаженные алгоритмы политического процесса и бег по замкнутому кругу. Каждый новый день сурка отличается от предыдущего властного периода лишь еще большей деградацией государственного управления, еще большим падением политических нравов. Но у нас больше нет времени на ошибки. Народ резко осуждает не только многократно опробованные, начиная со Скара Акаева, серые схемы государственного управления, но и разочарован в попытках их радикального слома через революции. Действующий парламент должен осознать этот исторический момент, несмотря на видимую комфортность и правовую защищенность своего статуса. Сегодня Джумур Кукиниш единственный институт, способный, не выходя за рамки правового поля, сохранить государство и организовать единство и баланс государственного управления с Конституционным центром в стенах парламента. Именно парламент способен в конституционных рамках нивелировать риск двоевластия и перманентного противостояния между президентом и премьером, заложенного вновь принятыми конституционными поправками. Именно парламент способен поставить железный заслон узурпаторским амбициям президентов, действующего и будущего, кто бы им ни стал. Сегодня или никогда Джумур Кукиниш должен становиться сильным и единым институтом, а не противоборствующими, разрозненными фракциями, проявить свой политический вес и историческую ответственность, реализовать свои конституционные первичность и широту полномочия. Весна в Кыргызстане стала символом перемен не случайно. Мертвый летний сезон и уж тем более выборная осень, когда раскрутится маховик административного ресурса, не оставит никакого шанса действующему созыву Джумур Кукиниши оправдать доверие народа как высшему представительному органу власти. Это доверие стремительно тает с каждым днем молчания Джумур Кукиниши за всю вакханалию судебно-правого беспредела устроенного командой президента Атамбаева, против политиков и журналистов, против правозащитников и адвокатов, против детей и целых семей, против тысяч запуганных и безмолвных рядовых граждан, чьи права попираются повсеместно и ежечасно. Мировая практика знает много примеров, когда в государстве формально может быть провозглашена любая форма правления, но фактически существует единоличная власть. Муамар Каддафи в Ливии не занимал официальных должностей, но управлял страной как диктатор. Ярослав Качинский в Европе обвиняется в авторитаризме и диктаторстве, несмотря на то, что не занимает официальных постов. В 2010 году после апрельской революции Кыргызстан провозгласил парламентскую форму правления в надежде уйти от старого авторитарного режима. Мы знали, что формальное изменение политической системы ничего не меняет. Нужно было формировать соответствующую политическую культуру и внести существенные изменения ради интересов народа. Это спасительная и грандиозная задача формирования нового человека. Но нашим надеждам не суждено было быться. Во главу государства пришел человек, который не имел представления о важности и грандиозности задач, стоящих перед страной. Вся политическая карьера Атамбаева свидетельствует о структуре его личности, сконцентрированной на себе. Он возникал и исчезал с политического небосклона лишь на период выборов, предлагая в альтернативу авторитарным правителям недолгосрочную широкую программу реформ, а только себя. Он притворил свою мечту, подменив с собой все ветви власти. Через 7 лет мы вернулись в начало 2010 года, то есть туда, откуда пытались уйти. Притчей во языцах всей страны стало то, что государство правит свита Атамбаева из числа личных водителей и телохранителей. Президент должен быть вне партии. Президент не вправе отдавать предпочтение одной партии. На деле Атамбаев уже перестал скрывать, что он является фактическим лидером СДПК. Недавно он заявил, что СДПК будет выдвигать несколько кандидатур в президент, и после публичных смотрин будет выбран единый кандидат, то есть он решил фактически за СДПК. Вместо формирования новой политической парламентской системы он разрушил ее. Уже не скрывая, он дает распоряжение министрам и другим руководителям исполнительных органов через голову премьер-министра. Руководители госорганов вынуждены выполнять не только его указания, но и указания сотрудников аппарата президента. Пример Сапар Исаков еще в должности заведующего отделом поручил снести почти новый ипподром в Челпанате и на его месте построить другой стоимость в полтора миллиардов сомов, не предусмотренных в бюджете страны на тот год. Несмотря на нарушение Конституции, президент продолжает назначать руководителей госорганов, председателя Госкомиссии по делам религий, по госязыку, ректора Академии управления и так далее. Атамбаевым используются не только силовые органы как инструменты давления, но и государственные СМИ асфальтовым катком прессующих любой инакомыслие и политическое оппонирование. При этом альтернативные СМИ подвергаются судебному преследованию с возложением на них разорительных многомиллионных исков. В таких условиях свободные, честные и реально конкурентные выборы в президенты по определению быть не могут. Атамбаев не оставляет кыргызскому народу выбора. Уважаемые участники форума, точка невозврата пройдена. Проигнорирована не только инициатива фракции Атамикен по назначению президентских выборов в конституционные сроки, но и само назначение их по умолчанию, а именно когда выборы президента страны назначает сама Конституция и Конституционный закон. Центральная избирательная комиссия должна была лишь технически объявить эту дату в течение двух дней. Сегодня уже всем очевидно, что Атамбаев намерен незаконно продлить свои президентские полномочия после 1 декабря 2017 года. Не случайно он теперь называет себя президентом транзитного периода. Я хочу призывать Джо Уркеша осознать историческую ответственность за последствия для будущего Кыргызстана нарушения Конституции в определении этого ключевого события. Верю, что парламент способен проявить политическую волю и вернуть в правовое поле ход президентских выборов. Возвращение конституционной первичности и веса парламента приведет к сворачиванию неконституционной широты полномочий президента Атамбаева до конституционных рамок. Это снизит риски общественно-политической дестабилизации и противостояний, угрожающих срыву президентских выборов и мирной передачи власти. Ограничение неконституционного политического превалирования президента Атамбаева обеспечит ему менее болезненный переход в статус экс-президента с гарантиями безопасности. Это важно не только для создания экс-президентского иммунитета Атамбаева, но и для закрепления прецедента мирной передачи власти и ее преемственности. Каждый из депутатов Джоркенши должен почувствовать персональную историческую ответственность и проявить политическую волю для реализации изначального замысла Конституции по организации государственного строя, в основе которого строгая иерархия высших органов власти, система сдержек и противовесов. Только таким образом мы сможем провести честные и справедливые выборы президента, обеспечить мирную передачу власти во имя единства народа, сохранение стабильности и государства. Умирбек Текибаев, лидер фракции Джоркенши Атамбекин. Субтитры создавал DimaTorzok